Вы смотрите программу Губерния. И вот главные темы выпуска. У Барса эксклюзивные кадры. Мальчика без денег на проезд выгнали из автобуса. Кто виноват? Ребенок или кондуктор? Наш корреспондент поговорил с мамой, перевозчиком и свидетелем потасовки. Наша область занимает лидирующие позиции в изготовлении спецодежды. Мы сегодня находимся на территории Ивановского меланжевого комбината, который является федеральным системообразующим предприятием. Как сегодня работает комбинат и каковы планы одного из лидеров отрасли? В этом выпуске вместе с нами вы сможете посетить фабрику удивительных игрушек. Каждый фарфоровый сувенир здесь отливают и расписывают вручную. Расскажем, что повесить на елку для удачи, почему Иваново – земля без печальных людей, а также поможем расшифровать авангардную тарелку. Ну вообще не дошифровано слово. Такое. Зоопарк перешел на зимний режим работы. Рацион животных поменялся. Готовы. К морозам, к зиме все хорошо перелиняли. Кто впал в спячку, кому заваривают чай и готовят компот. И можно ли застать зверей на улице в холода. А также не пропустите еженедельный ценовой прирост. Насколько подрос бензин и дизель. Вскрыт очаг, глубокое проливание. Спецтехника забурилась в полигон Залесье. Они нас удивили или поразительные новости. Об этом и не только. Подробности смотрите в выпуске. В прямом эфире с вами Владимир Еремин. Здравствуйте. Теперь об этих и других темах подробнее. Вновь мы вынуждены начинать наш эфир с трагичных новостей. В последний путь проводили еще двух наших земляков. Участников специальной военной операции Андрея Каратаева и Михаила Крылова. Стрелок-сапер взвода штурмовой роты Андрей Алексеевич Каратаев и командир инженерно-саперного отделения Михаил Борисович Крылов служили в воинских частях других регионов. В ходе специальной военной операции оба бойца проявили храбрость и мужество. Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким героев и поручил оказать всю необходимую помощь их семьям. К другим темам. Пятничное повышение цен на топливо стало традицией. На ивановских заправках вновь подорожали бензин и дизель. Рост стоимости бензина на автозаправочных станциях региона, вопреки правительственным установкам, опережает инфляцию уже с июля. Цены на самые популярные марки автомобильного топлива выросли уже в полтора раза с января. Так, 14 октября на Газпромовских АЗС бензин АИ-92 стоил в среднем 53 рубля за литр. За месяц он подорожал почти на 50 копеек. В эту пятницу на заправках самую ходовую марку предлагают уже по 53 рубля 49 копеек. Аналогичная тенденция роста и с другими марками. Высокооктановый сейчас стоит 55 рублей 83 копейки. Не отстает и дизель. Литр солярки автомобилисты уже покупают по 64 рубля 65 копеек. Отметим, за год цены на заправках Газпрома подскочили в среднем на 8%. Это выше текущего уровня инфляции, которая с начала года составила чуть больше 6%. Тенденция менять ценники на заправках по пятницам наблюдается с сентября месяца. Только в этом году Ивановский меланжевый комбинат изготовил более 9 миллионов погонных метров готовых тканей для пошива спецодежды. Завершается реализация масштабного инвестиционного проекта. Меланжевый комбинат – участник межрегионального отраслевого форума спецодежда, который пройдет в Иванове на следующей неделе. На производстве побывала Ирина Афонина. Ивановскому меланжевому комбинату 95 лет предприятие имеет весьма серьезный статус – федеральное системообразующее предприятие. И то, что наша область по-прежнему занимает лидирующие позиции в производстве спецодежды для предприятий различных отраслей – заслуга меланжевого комбината. Заместитель генерального директора отмечает, что непросто поддерживать славу, которую заработали деды и прадеды. Здесь начинается процесс отделки тех суровых тканей, которые в том числе мы выпускаем или закупаем у наших поставщиков. Делаем сегодня ткани со специальными свойствами, как водоотталкивание, маслоотталкивание, кислотостойкость. Вот этот наш ассортимент мы сегодня производим. И, конечно, задумываемся о том, что на новом оборудовании нам, возможно, откроются какие-то новые горизонты. Впрочем, скромничает Дмитрий Анатольевич. Продукция востребована швейниками не только у нас в стране, но и за ее пределами. По итогам регионального конкурса комбинат награжден дипломом «Экспортер года» в сфере легкой промышленности. При поддержке Центра «Мой бизнес» правительства региона предприятие реализует масштабный инвестиционный проект. За 9 месяцев текущего года предприятие изготовило более 9 миллионов погонных метров готовых тканей. Кроме того, комбинат является участником реализации масштабного инвестиционного проекта. Запускается новое отделочное производство, где мы находимся. В рамках проекта закуплено 7 единиц нового современного оборудования. 6 уже запущенных производства. Отбельная линия, станок, мерсеризация и крошение немецкого производства. Объем финансирования 1,5 миллиарда рублей. Это собственные средства компании, средства лизинга и субсидии из федерального бюджета. Мы тоже немножко стараемся славу эту поддерживать. Находимся действительно в приготовительном цехе нового отделочного производства. Пока, наверное, не все у нас получается с точки зрения работы. Мы тоже учимся на этом оборудовании работать. Ивановский меланжевый комбинат свои достижения представит на 6-м межрегиональном отраслевом форуме спецодежда. Он состоится 21 ноября в Иванове. Форум зарекомендовал себя как эффективная платформа для общения между производителями спецодежды, заказчиками и представителями органов власти. Ирина Афонина, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». Теперь поговорим о происшествиях и делах судебных. В колонию общего режима отправится водитель, устроивший смертельный ДТП в Шуйском районе летом прошлого года. Судом было установлено, что 32-летний Ивановец, не имевший водительских прав, да еще пьяный в компании двоих товарищей, отправился ночью из Савина в областной центр. В районе деревни Федотова водитель выехал на встречную полосу, потом на обочину. Потеряв управление, врезался в деревья. Один из пассажиров, владелец машины, умер от травм. Второй стал инвалидом. С учетом позиции обвинения, виновника приговорили к шести годам лишения свободы. Теперь о решении Палихского суда по иску прокуратуры к администрации Лугского района. Чиновников обязали разработать проектную документацию и отремонтировать пешеходный мост через реку Луг. Он соединяет райцентр с деревней Бабино. Напомним, переправа рухнула этим летом. Пострадала девочка. Было возбуждено уголовное дело. В течение месяца мост восстановили. Районное руководство заверило, что проект нового перехода с металлическими сваями уже в разработке. Построить его планировали в 2025-м. Суд на капитальный ремонт дал один год со дня вступления решения в силу. На Ивановском полигоне Залесье вскрыли самый глубокий очаг тления, сообщает мэрия. Сейчас на свалке открытого горения нет, но сохраняется задымление. На этой неделе рабочие добрались до очага на глубине свыше 10 метров. Была произведена выемка отходов. Их увлажняли помпами и перемешали с изолирующим материалом. Котлован залили водой. Полигон работает в штатном режиме. Приемку отходов контролируют, чтобы исключить завоз новых источников возгорания. И еще одна информация. Телезрители сообщили в нашу редакцию об охотниках за цветметом в местечке Минеева в Иванове. Рядом с остановкой Коронекс, неизвестной по ночам, разбирают ограду у бывшего заводского клуба. Сначала это было незаметно, говорят авторы обращения. Но теперь в разных местах ограды зияют дыры. Вандалы просто выламывают решетку. А сейчас о братьях наших меньших. Зоопарк перешел на зимний режим работы. Животные успешно перенесли линьку, набрали жирок. Сотрудники утеплили им домики. Можно ли заставить животных на улице в холода? И как поменяется рацион подопечных? Выясняла Марина Зенина. Световой день сокращается. Выполз снег, близится холода. Зоопарк перешел на зимнее время. Открывается в 10. Билеты в кассе можно приобрести до 15 часов. Животные хорошо перенесли линьку. Утеплились. Некоторые поменяли цвет. Белки уже поменяли окраску с рыжего на серый. Мех отличается и по густоте. Летом он жесткий и короткий, зимой мягкий и пушистый. Линяют зверьки два раза в год. В зимнюю спячку они не впадают, но в сильные морозы активность заметно снижается. В спячку в зоопарке не впадает никто. В дикой природе это делают еноты. Но так как еду им приносят каждый день, даже они бодрствуют. Режим питания также меняется. Увеличиваем кратность питания. То есть делим норму дневную на несколько частей. Соответственно по температуре. Если, например, до 10 градусов, то есть мы за два раза покормим. Если будет очень низкая температура, можем поделить и на 3, и на 4, и на 5 раз. В зависимости от того, как будет замораживаться еда. Животным дают витамины и минеральные добавки. Для японских макак даже заваривают чай и готовят компот. За лето большинство обитателей отъелись, нагуляли жирок. Сделали тайники и заначки. Чтобы животные не мерзли, вольеры на зиму утепляют. Иногда звери прячутся внутри. Но если сделать по территории еще круг, вполне можно застать их на улице. У нас в основном все теплолюбивые животные мы занесли в помещение. Их не так и много. А все животные, в основном у нас большая часть в процентном соотношении, все животные живут на улице. У нас не бывает такого, что вы кого-то не увидите. Те, кто был в зоопарке летом, помнят, что копытные выглядели не так привлекательно. На спине верблюдов виднелись проплешины. Ленька – естественный процесс. Теперь животные покрыты ровным слоем густого меха. Шевелюрой по последней моде могут похвастаться шотландские коровы. Пару хайлендов – Гаврюшу и Марусю – привезли совсем недавно, в октябре. Напомним, в зоопарке действует акция. До конца этой недели гости, чье имя начинается на буквы Г, О или С, смогут посетить его по единому билету. Марина Зенина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Сейчас небольшая реклама, не переключайтесь. Поцарапали машину, сломали лавочку, украли имущество. Позаботиться о безопасности поможет система видеонаблюдения от Интеркомтел 939393. Продолжаем выпуск. Сейчас о скандале, который обсуждают с понедельника. В Иванове 13-летнего мальчика выгнали из автобуса за то, что он не оплатил проезд. И этот случай не первый и не последний. Моя коллега Дарья Костина пообщалась со всеми участниками конфликта. Мамой подростка, перевозчиком и очевидцем. А еще посмотрела видео из салона. Внимание, ее репортаж. Еще в понедельник на «Барс» написал мальчик. Сказал, хочет огласки, так как стал жертвой злого кондуктора. Причем вечером было уже темно. Мне 13 лет. Я потерял деньги на проезд, пока бежал за автобусом. Зашел в 14-й автобус. Рассказал ситуацию и попытался оплатить картой. Оплата не прошла. Кондуктор сказала, чтоб я вышвыривался. Спустя 1-2 минуты у меня был отобран телефон. Я был вышвырнут. В результате пинка я выпал из автобуса и упал на руку. Впоследствии у меня появился ушиб. Спустя несколько минут в редакцию написала мама мальчика. Она рассказала, у нее онкология. Она одна воспитывает ребенка, но старается, работает. Деньги у сына всегда есть. Кстати, раньше она сама работала кондуктором у этого перевозчика. Женщина сразу согласилась на съемки. Несколько дней мы договаривались о встрече, но переносили ее из-за плохого самочувствия. В пятницу она сообщила, получила негативные, даже оскорбительные комментарии. И больше ничего не хочет. Новость об этом случае появилась на нашем сайте в понедельник. Перевозчик тогда подтвердил, инцидент был. Но детали будет уточнять. А мама обратилась в прокуратуру. В комментариях был пожар. Кто-то ругал кондуктора, кто-то законы, кто-то бездушных пассажиров, которые пожалели 34 рубля. Кто-то не верил ребенку и его маме. У нас есть видео из салона. Со всех ракурсов его видели разве что компетентные органы. Инцидент длится 6 минут. Итак, остановка. Мальчик бежит за автобусом, входит в заднюю дверь. Проходит мимо кондуктора, стоит в середине салона, затем садится на переднее сидение. Спустя минуту к нему подходит кондуктор. Полной картинки нет, что происходит, непонятно. Другие пассажиры обращают внимание, но спокойно не вмешиваются. Через три минуты кондуктор забирает телефон. Толкает или двигает мальчика к выходу. У двери опять беседа, спор. Мальчик вытягивает руку, видимо, просит телефон обратно. Подросток пытается уйти, кондуктор его одергивает. Мальчик дважды ударяет женщину в бок. Она продолжает его удерживать. Подросток повторно пытается прорваться вперед. Женщина силой возвращает его к двери. По-прежнему никто из пассажиров не вмешивается. Двери открываются. Кондуктор выпихивает мальчика. Тот, если присмотреться, рукой шлепает ей по голове. И к падению. Посмотрим, как это было с наружной камеры. Пытаясь забежать в автобус еще раз, мальчик как будто задевает мужчину, падает. С этого ракурса видно. Мужчина, по всей видимости, выставил руку умышленно. Эти видео будет изучать прокуратура. Одно но. Они без звука. Внести ясность помогает Ирина. Она ехала в тот день в том автобусе. Сидела в центре салона. Сама связалась с барсом. Говорит, не знает никого из участников, но и стала жаль кондуктора, на которую обрушился шквал критики. Мальчик не подошел к ней и не сказал, что я деньги потерял. Объяснил свою ситуацию. Он этого не сделал. Соответственно, она уже говорит ему далее, что я узнала тебя. То есть этот мальчик делает так не в первый раз уже на данном маршруте. Кондуктор его узнала. Сказал, говорит, ну сколько можно уже это делать. Ты либо как бы плати уже, потому что каждый раз делать одно и то же, это не очень хорошо. Ирина замечает, помощи мальчик не просил. Ни у кондуктора, ни у пассажиров. Далее кондуктор ему говорит, ну тогда выходи. Она его просто прихватывает. Далее мальчик поворачивается. Уже я вижу его лицо. Он весь от злости трясется. И говорит ей, что я тебя убью. Отправляет в веселое путешествие. Как любят. Ну, у нас дети делают некоторые. Она говорит, ты что такое говоришь? В этот момент открываются двери. Они уже стоят в проходе. Я вижу, что мальчик замахивается на эту бабушку. Наносит ей удары по голове кулаком. Тут кто-то из прохожих начинает ему кричать, мальчик, ты что творишь такое? Это же бабушка. Ирина говорит, никто не вмешивался в ситуацию из-за поведения мальчика. Уверена, если бы он вел себя нормально, ему бы помогли. Уже вечером нам вновь написала мама мальчика. Замечает, сын виноват в ответной агрессии. Но не меньше, чем кондуктор, которая выхватила телефон и вытолкала ребенка. С перевозчиком Владимиром Шигановым мы также на связи с понедельника. Сперва он заявлял, что должен изучить видео. Но вины за высадку ребенка не отрицал. При этом считал, что у кондуктора есть гордость. Мальчик довел ее хамским отношениям. Не в первый раз. При последнем разговоре Владимир Шиганов отверг все обвинения. Обещал обосновать позицию при личной встрече, но перестал отвечать на звонки. Хотя видео из салона прислал именно он. Эмоции и мнения могут быть разные. Рассматривать ситуацию будут с точки зрения закона. Такая ситуация не единичная. Бывает, дети действительно забывают деньги. Бывает, катаются с зайцем, зная, что им за это ничего не будет. Что говорит Коап? С 2021 года запрещено принудительно высаживать детей до 16 лет раньше их остановки. Если они едут без сопровождения взрослых и не смогли оплатить проезд. Штраф за это водителю 5000 рублей. Для кондуктора и контролера от 20 до 30 тысяч. Если после высадки ребенок пострадал, то за это предусмотрена уголовная ответственность за оставление в опасности. Дарья Костина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Ивановская фабрика игрушек уже подготовила елочные украшения и не только. Десяток мастериц вручную отливают фарфоровые сувениры, а потом их расписывают. Кстати, недавно фабрика переехала на новое место и значительно расширила свои площади. А еще создала новый туристический проект. Итак, что повесить на елку для удачи? Почему Иваново теперь считается землей без печальных людей? Ответы на эти и другие вопросы узнала Алина Марчева. Подготовку к Новому году следует начинать еще осенью. Вот и на фабрике удивительных игрушек ручной работы уже заготовили елочные украшения не только. Символ 25-го года – змея. Встречать Новый год советуют в зеленом. Подойдут любые оттенки – от салатового до изумрудного. На фабрике пугающие в жизни присмыкающиеся смотрятся наоборот беззаботные мило. Они нежно обвивают и сторожат своих фарфоровых малышей. Хоть персонаж такой с визуализацией сложный, чтобы это было симпатично, красиво. Потом все-таки у нас есть немножко такое, что мы немножко про а-ля Русь, так сказать. То есть мы не берем какие-то западные стандарты, то есть мы свое делаем. Если в том году у нас был змея Горыныч, то в этом году у нас царевна Змеяна. То есть она вот такая вот у нас хрупкая дама, змейка. Рядом со змейками домик часы, который показывают без пяти двенадцать. Терем из Тридевятого царства. Игрушки здесь, кстати, делают не только из фарфора, но также из стекла, дерева и ваты по советским технологиям. Напомним, что единственная в стране фабрика удивительных игрушек уже неоднократно славила наш край своими сувенирами. Здесь выпускали коллекции Иваново архитектурный авангард, город невест, текстильный трест. Один из сервизов был посвящен Плесу и Левитану. Здесь есть один из самых необычайных чайных сервизов, что вы видели. В нем представлены чашки самых разных форм, квадратные, круглые и даже треугольные. К ним прилагается инструкция чайной церемонии в стиле авангард. Если точно соблюдать все пункты, то можно погрузиться в прогулку по бывшим фабричным улицам Иваново. Ивангард – непростой сувенир. Создан так, чтобы с ним можно было взаимодействовать. На тарелке, например, зашифровано слово «Иваново» и не только. Здесь как бы три стадии восприятия. Сначала понимаем, что здесь все-таки конструктивистское такое, да. Потом разглядываем, что здесь появляются фабричные трубы. Потом понимаем, что здесь это шпулька с нитками, стежки идут наверх, да, развитие. Вот, потом мы видим объединение, да, объединение людей и что вот они держат флаг. То есть ситцевые короли никуда не делись. То есть мы занимаем достаточно лидирующие места по производству. Покорять Ивановским фарфором решили не только родную крайную столицу. Эта коллекция выполнена на заказ. И если Ивановская по мотивам агитситцев, то московская по мотивам агитлака. Набор кремлевский, да. Но, как всегда, у нас не просто так, да. То есть мы обязательно делаем какую-то аннотацию. И, например, здесь рассказывается о том, о фактах, да, о Спасской башне. Например, что там особенные звезды, что там, особенно какой-то их там материалы, что поворачиваются они, то есть такие, да, то есть как бы немножко мифы развеиваем. Год назад здесь появился проект туристического кластера «Дом без печальника». Этому, говорит Наталья, есть историческое и современное обоснование. Ивановский беспечательный народ, так про нас сказал в 1864 году, академик, финансист, безобразов. И почему он так сказал? Потому что опечалиться-то было некогда. На самом деле много очень работали, да, фабрики горели, их нужно было опять снова восстанавливать. А потом все были старобрядцы, были большие семьи, крепкие семьи. То есть семью-то тоже надо как бы держать, да, в духе. А уж если мы потрудились, с семьей все в порядке, с духовным ростом хорошо гулять, мы умели так, как никто не гулял. И поэтому вот «Ивановцы и беспечальный народ» – это вот про такой собирательный образ. А вот современное доказательство. Недавно Высшая школа экономики провела исследование по креативности среди регионов. Ивановская область оказалась на шестом месте. Фабрика удивительных игрушек – лишь часть большого туристического проекта, развитие которого прописано до 29-го года. В него войдут еще шесть различных фабрик, общепит и музеи. Чтобы стать беспечальником, нужно будет соответствовать принципам беспечали. Они будут раскрываться в различных станциях – трудолюбие, смекалки, благотворительности и других. Именно так будет выполнен запрос под современного туриста. Беспечалье прежде всего не про гуляние, а про труд – кропотливые и созидательные. Кстати, на фабрике по-прежнему продолжает функционировать музей советской игрушки. Коллекция антиквариата постоянно дополняется. Появились дореволюционные игрушки. А еще одна из самых крупных коллекций – елочного чиполина. Алина Марчева, Денис Железов, телекомпания «Барс». И под финал выпуска у нас есть время, чтобы рассказать еще парочку народных новостей. Телезрители поделились с нами тем, что их поразило. Вот так добираются на уроки некоторые ученики седьмой школы в Шуе. По словам родителей, дети вынуждены лазить через забор, чтобы не обходить всю территорию. Калитка с этой стороны ограды закрыта на замок. Директор, в свою очередь, пояснила нашей редакции, что калитку на улице строителей запирают из соображений безопасности. У школы есть не один, а два других входа. Третьего по нормам быть не может. До ближайшего с этой улицы идти всего 5-7 минут. А это видео прислали жители 150-го дома по улице Куконковых в Иванове. Их возмущает привычка одной из соседок кормить птиц на площадке, где играют дети и сушатся белье и ковры. Жалобы писали и в управляющую компанию, и в полицию. Однако женщина столовую для голубей переносить в другое место не собирается, а даже заявила, что участковый ей разрешил. Сейчас о погоде. Расскажу, что же обещают нам синоптики на ближайшие сутки. Клиника «Варикоза.нет» – это профессиональные хирурги и более 20 тысяч благодарных пациентов. Прием хирурга с УЗИ Венок – 1500 рублей. Звоните 300-300. В субботу в нашем регионе нас ждет пасмурная погода, осадки. Температура воздуха днем в районе 0 градусов. Ветер юго-западный 3,5 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормой составит 740 миллиметров артутного столба. Влажность воздуха 92%. По прогнозам синоптиков, последний день недели существенно потеплеет. Осадки не прекратятся. 17 ноября текстильный центр «Рио» объявляет «Черной пятницей». Оптовые цены в розницу с 11 по 17 ноября. Обменивайте чеки на купоны и участвуйте в розыгрыше черных призов. 17 ноября в 12.00. Как обычно, сразу после новостей смотрите объявления в «Городской хронике». Если у вас есть тема для репортажа, интересное видео или замечание, пишите нам на сайте «Иванваньюз» в разделе «Контакты» и в группы «Барса». В соцсетях ВКонтакте или «Одноклассники». Также обращайтесь в мессенджеры. Телеграм, вайбер, ватсап по номеру, который видите на экране. На этом наш выпуск завершен. До встречи в следующем часе. Видео-платформа YouTube в России замедляется. «Барс» продолжает работать. Вы можете смотреть все передачи и репортажи на нашем сайте «Иванова Ньюз». А также все новости кубернии и самые интересные видео мы выкладываем в соцсетях. Выбирайте удобный формат. Подписывайтесь на «Барс» ВКонтакте, «Одноклассниках», «Дзене» или смотрите нас на Рутюбе. «Барс» всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова